Казахстан При Касымхане казахское ханство достигло наивысшего рассвета. После его смерти началась гражданская война, но уже при Кагназархане ханство было восстановлено в прежних границах. В начале XVI века при правлении хана Касыма был разработан и принят кодекс законов, известный как Касымхан и Касхажулы – светлый путь Касымхана. Позже такой же свод законов, но уже с дополнениями, использовались при Исимхане и Таукихане под названием «Исимхан и нескажулы древней пути Исимхана» и «Жета Жарла» – семь законов. По своей структуре «Жета Жарла» состоит из норм гражданского, административного и уголовного права. В данной экспозиции представлены разновременные карты границ казахского ханства, свод законов «Щета Жарла», список ханов, правящий тот или иной период, карта путей набега в Жунгар, портрет Абулхаир хана, художника Джона Кестла и фотографии антропологической реконструкции Аблай хана. Из экспонатов можно отметить копию печати Аблай хана, книгу «Шарят» XVIII века, новоделы вооружений Батыров и Добыла. Одним из интересных экспонатов является поясной наборку Шекпай Батыра, жившего в XVIII веке в нашем регионе, участника сражений против Жунгара. В вертикальной витрине мы можем увидеть Батыра в доспехах с копьем. Одним из тяжелых периодов казахского ханства являлась борьба казахского народа против жунгарского нашествия в период с 1635 по 1758 года. Это самый длительный и затяжной процесс, ход и завершение которого зависели от экономического, политического положения и дипломатической маневренности. Особое значение в этих обстоятельствах играло военно-искусство казахов, их вооружение и тактика. К 1725 году все пространство Ултау оказалось в руках жунгар. Адако весной 1727 года в пригоре Ултау в местности Харасир состоялось крупное сражение казахских войск с жунгарами. Сюда подошли казахские отряды не только через Харатал, но и со стороны Иргиза и Тургая. Полем боя казахов с жунгарами оказались долины маленьких рек Буланты, Карагайла и Балиуты. Местность, где происходило сражение, названо Калмак-Крылган, место гибели жунгар. Местность Карасир иногда называют Карасир, черный острый угол, или Карасира. По утверждению Шакарима Кудайбердолу, это калмакское слово, то есть название племени Карасира. По другой легенде, это имя Джигита, который, полюбив одну девушку, убежал с нею, но, к сожалению, был убит родственниками засватанного Джигита девушки. Главнокомандующим войском был Абул Хаир хан. Во главе своих тысяч выступали также хан и султан Семеке, Абыл Мамбет, Кокжал, Барак, Батыры, Бугимбай, Хабамбай, Жанубек, Олжабай и многие другие. Немаловажную роль в сражении сыграли местные племена и их батыры, такие как Тлиулда, Жаулубай, Айбас, Бихаш, Орзамбет, Котумбет, Амангол, Жилгильде и многие другие. Хан Абул Хаир объединил воинов трех жузов, собрав не менее 30 тысяч всадников, в некоторых источниках более 50. Победа у местности Буланта и Блюте имела большое значение, так как дала возможность казахским ополченцам проверить свои возможности. Казахский народ воспрял духом. К концу 20-х годов XVIII века жунгары были вытеснены с региона Ултау. Первая научная экспедиция по исследованию Булантинской битвы была проведена в 1998 году при участии городского архива Жасказганского университета, Акимата, Карагандинского государственного университета и ведомственного музея Казахмос. Научными руководителями были Жанов и Артахпаев. В результате экспедиции на сопке Халма-Крылган был установлен памятный камень, посвященный Батырам битвы. Всего за весь период было образовано 7 исследовательских экспедиций. С 2007 года научную экспедицию по изучению Булантинской битвы возглавляла Ерофеева. В 2008 году был составлен акт на земле урочище Халма-Крылган, которая была включена в Национальный парк Утал. В 2010 году в результате экспедиции в районе сопки Карасир было выявлено около 12 ложбинных погребений. В 2013 году было выявлено и исследовано 53 разновременных памятника, а в 2014 году было зафиксировано 87 археологических памятников. Проведена паспортизация. 20 августа 2015 года открыта памятная стела Булантинская битва. Перед вами диорама Булантинская битва, открытие которой было приурочено 550-летию Казахского ханства. Наш видеоурок подошел к концу. Спасибо за внимание. Продолжение следует...